История становления и развития книгоиздательской гейтности в Рязанской губернии в XIX-м начале XX века. История книжного дела в Рязанском крае в XIX-м начале XX века представляет собой фактически белое пятно в краеведческих исследованиях по истории рязанской культуры. Отдельные разрозненные сведения в публикациях рязанских историков не дают целостной картины того, как возникало и развивалось на протяжении двух последних столетий такая важная отрасль, как книгоиздательское дело. Можно ли рассуждать об истории культуры региона, не зная, сколько здесь работало типографий, сколько было издано и напечатано книг, как они удовлетворяли читательские интересы населения региона? Первая губернская типография в Рязани была организована в 1801 году, но книгоиздательской деятельностью она не занималась. Она осуществляла только печатание сенатских указов, также приходящих бумаг, кроме указанных бумаг, ничего не печатала. Официальное разрешение Министерства внутренних дел на открытие этой типографии было получено в 1819 году. Однако событий особых изменений в ее деятельности на протяжении следующих почти двух десятилетий не произошло. В 1838 году типография начала издавать еженедельную газету под названием «Рязанские губернские ведомости». Газета состояла из двух частей. Официальной, в которой публиковались приказы и распоряжения правительства и местных органов управления. И неофициальной, которая выходила около 15 раз в год. На страницах неофициальной части публиковались статьи о местных фабриках, заводах, промыслах и торговле, ярмарках и рыночных ценах, способах улучшения сельского хозяйства, об открытии и деятельности библиотек и учебных заведений. В начале 60-х годов XIX века в городе Рязани действовала частная типография рязанского мещанина Никифора Богоявленского, которая, как отмечается в архивных документах, в прежнее и настоящее время книжной работы не производит. Типография губернского правления до появления в конце 60-х годов XIX века частных типографий была единственной в Рязанском крае, издающей печатную продукцию. Дать абсолютно полную картину деятельности рязанских типографий, исчерпывающе проанализировать количественные, качественные и другие характеристики дореволюционного книжного массива, представляется очень трудной задачей. В настоящее время рязанские книги хранятся в различных книгохранилищах, в том числе находящихся и в других областях, в лично-книжных собраниях. Многие издания не сохранились до наших дней. Существующая книжная статистика, касающаяся рассматриваемого нами периода, не содержит точной информации. Владельцы типографии Рязани, как и в России в целом, не всегда точно исполняли предписания Министерства внутренних дел от 20 февраля 1850 года, о предоставлении в Императорскую публичную библиотеку всего печатаемого, гравируемого и линогравируемого по два экземпляра. Директор Императорской публичной библиотеки сообщал, что «В библиотеку всё ещё не доставляется весьма много книг, истанных разными ведомствами, с разрешением их главных начальств, в особенности же отдельных оттисков из официальных журналов, губернских ведомостей и прочее, которые были иногда отпечатаны в ограниченном числе экземпляров более для авторов, чем для продажи, поэтому самому не представляются в цензурные комитеты для разделки по принадлежностям». Книги, не представленные в Императорскую публичную библиотеку, не учитывались в российских статистических изданиях по книжному делу. Так, в общей таблице русского книгопечатания, помещенной в книжном вестнике, указывается, что в Рязани за 1855-1864 годы были изданы две книги с количеством листов 32, тогда как в сводном каталоге-репертуаре нами зарегистрировано 8 названий книг с количеством страниц 842. Общественный подъем, наблюдаемый в России в конце 50-х годов XIX века, в начале 60-х годов XIX века, внес изменения и в культурную жизнь Рязанской губернии. Так, 2 января 1858 года состоялось открытие публичной библиотеки. Это событие было восторженно встречено жителями города Рязани. Первым библиотекарем был Константин Павлович Архангельский, который свои обязанности исполнял с особенным старанием и знанием дела, содержал библиотеку в отличном порядке, трудился весьма добросовестно и справедливо, заслужил уважение посещающих библиотеку. В 1859 году в типографии губернского правления издается в количестве 500 экземпляров каталог книг Рязанской публичной библиотеки, составленный Архангельским. До настоящего времени он не сохранился. Информация о нём была выявлена в отчёте о деятельности публичной библиотеки, опубликованной в Рязанских губернских ведомостях за 1860 год. В 1860 году выходит первая памятная книжка для Рязанской губернии на 1860 год, подготовленная Смирнова с подвижником Салтыкова, либерально настроенным деятелем в области образования, журналистики и статистики. В обществе тогда активно обсуждались проблемы народного образования. Это отразилось и при составлении памятной книжки Смирнова. Учебным заведением губернии был посвящён большой раздел. Рассматривая состояние народного образования Рязанской губернии, он отмечал, что для огромного большинства крестьян нет никакой возможности научиться грамоте, а потому не может быть никакого суда, кроме сожаления о печальной судьбе людей, лишённых света образованности. «Подобное положение народного образования в сёлах и деревнях яснее всего указывает нам на вопиющую необходимость сельских школ в каждом приходе», — так писал Смирнов. Как было уже указано, существенным фактором активизации издательской деятельности в губернии послужило создание частных типографий. Первые частные типографии в Рязани, издающие книжную продукцию, появляются в конце 60-х годов XIX века. В 1866 году в Рязани действовала типография Звукова, официальное разрешение на открытие которой было получено в 1867 году. Егопкина и Егопкиной, сохранившиеся до настоящей времени книги, изданные этими типографиями, относятся к 1868-1873 году. В этот же период организуются частные типографии в наиболее развитых в промышленном и торговом отношениях уездных городах Рязанской губернии — Скопине, Касимове, Игоревске, Зарайске и Раненбурге. Город Скопин был первым уездным городом, в котором по решению губернского управления с 1867 года начинает работать частная типография губернского секретаря Андрея Яцкова. В 70-е годы XIX века ещё в пяти уездных городах открываются типографии. В Сапожке — типография Денисова, в Зарайске — Звуково, в Касимове, Гольнштейн, в Егоревске, Смирново, в Раненбурге, Звуково. 28 августа 1874 года воронежскому мещанину Адольфу Владимировичу Гольнштейну было выдано свидетельство рязанским губернским правлениям на право открытия в Касимове типографии с производством работ одной скоропечатной машиной и двумя ручными станками. В Егоревске типографию, открытую в 1875 году, совместно содержали отставной майор Модест Алексеевич Смирнов и Егоревский временный купец Иван Афанасьевич Собакин. В 1880 году Собакин передает свое право владения типографией колумбинскому купеческому сыну Александру Иосифовичу Солнцу. Разрешение на это было получено 3 ноября 1880 года. С 3 мая 1885 года типография полностью принадлежит Солнцу, ставшему к тому времени Егоревским нищеним. В эти годы в губернии открываются новые типографии. В сапожке типографии Терского, Соловкина, в скопине Быковского, Касимове, Фитцнера. В 1881 году сын губернского секретаря Владимир Абрамович Высаковский, проживавший в городе Рязани, обратился к губернатору с прошением о разрешении открыть в Ряжске типографическое заведение. Однако, эта просьба была отклонена на виду того, что при разрешении открытия типографии необходимо согласовывать с количеством существующих уже заведений такого рода и с действительной в том потребностью, что и в Рязанской губернии существует уже восьми городах 12 типографий и одна литография. А следовательно, за семь, в увеличении числа типографий в губернии нет никакой потребности. И просьба Высаковского, как было написано в документе, оставить без удовлетворения. Таким образом, в уездном городе Ряжске в то время типографий не было. Для исследователей культуры Рязанского края представляет интерес и другой каталог книг Скопинской публичной библиотеки 1877 года. Он был издан в Москве в типографии Папирова в 1878 году. Открывается каталог уставов публичной библиотеки города Скопина, утвержденный Министерством внутренних дел 4 мая 1867 года. Это единственный документ, сохранившийся до наших дней, который позволяет узнать об организации работы библиотеки, источниках ее финансирования, формах обслуживания читателей. В Кассимове в это время создаются две типографии. Гольдштейна 1874 год и Фитцнера 1879 год. В организации их работы будут принимать участие члены их семей, родственники. Они будут издавать книги в течение трех десятилетий. Фитцнеры более 40 лет, Гольдштейн. В Зарайске в 1881 году была открыта типография Анны Николаевны Титовой. После ее смерти типографией владеют наследники. Типография упускала литературу до 1917 года. В начале 80-х годов 19 века происходит процесс дальнейшего развития книгоиздательского дела в Рязанской губернии. Организуются новые типографии как в губернском центре, так и в уездных городах. В середине 90-х годов 19 века типографии имеются во всех уездных городах Рязанской губернии, кроме Пронского. Новые типографии открываются в Рязани. Это типографии Орловой 1883 год, Тарасовой 1889, Малашкиной 1889, Братство Святого Василия 1895, в уездных городах в Данкове типография Звуковой 1889, в Ягуревске Солнцево типография Солнцева 1885 год, в Михайлове на типографии Висаковского 1888 год. Конкуренция типографских предприятий становится довольно сильной, что приводит к их сокращению. Так, с 1881 по 1895 год было закрыто 9 типографий. В Касимове оборудование типографии, принадлежавшее Гонштейну, приобретает Фитцнера. Приобретается Фитцнера. В Касимове оборудование типографии, принадлежавшей Гонштейну, приобретается Фитцнером. Разрешение на это было дано губернским правлением 15 апреля 1885 года. В Сапожке закрывается типография Соловкина, так как заказы на печатание материалов Сапожковской Уездной Земской Управы передаются типографии Беляковой. В дальнейшем типография Беляковой закрывается в связи с организацией Сапожковской Уездной Земской Управой собственной типографии. Вопрос о необходимости иметь собственную типографию рассматривался на 21-м очередном Сапожковском Земском Собрании. В докладе Уездной Управы обосновывалась необходимость ее открытия. Ввиду сокращения расходов на печатание постановлений собрания смет, раскладок, отчетов, объявлений и различного рода бланков, а также ввиду неисправности работы в частных типографиях, вследствие чего Управа лишена возможности своевременно рассылать гласным правительственным местам и лицам и общественным учреждениям постановления собраний, отчетов и предполагаемых докладов. Уездное собрание постановило удовлетворить просьбу управы и выделило потребную сумму на устройство такой типографии. Разрешение на открытие типографии Сапожковской уездной земской управы было получено 25 октября 1885 года. Типография размещалась в здании земской управы. Ответственным лицом по типографии был назначен председатель управы Аполлон Федорович Ханыков. Таким образом, в древолюционный период в Рязанской губернии сложилась сеть типографий, которая обеспечивала удовлетворение запросов местного населения в книжных изданиях различных видов и разнообразного содержания. Развитие отечественного книгоиздания, в том числе и в Рязанской губернии, определялось многими факторами общественно-политическими, экономическими, социокультурными. Как все российское книжное дело в целом, рязанский книжный рынок подчинялся тем же тенденциям роста или спада книг издания, развивался по тем же хронологическим периодам. На территории Рязанской губернии в 1848 и по период до 1917 и 1917 включительно действовало более 70 типографий. В губернском центре города Рязани издавали книжную продукцию около 20 типографий. В уездных городах в разные годы существовало от 1 до 9 типографий. Типографии, действующие на территории Рязанской губернии, являлись как государственными, так и в подавляющем своем большинстве частными. частные типографии создавались и осуществляли свою деятельность как коммерческие предприятия, призванные приносить доход своим владельцам. Вместе с тем, сам объект их деятельности книга являлся настолько специфическим, что не всегда владельцы типографии могли рассчитывать на значительную прибыль от своей деятельности. Поэтому некоторые типографии закрывались, не сумев выдержать коммерческой конкуренции или выбрать верную стратегию своей книгоиздательской деятельности. Специфическими отличительными чертами рязанского книгоиздания следует, пожалуй, назвать династические традиции. Многие из рязанских книгоиздателей передавали семейный книжный бизнес от поколения к поколению. Например, типографии Позняковой ее наследники, типографии Титова ее наследники и другие. Семейные традиции во многом способствовали совершенствованию книгоиздательской деятельности, содействовали повышению качества опускаемых изданий. Безусловно, пока еще рано подвались окончательные итоги и давать всестороннюю оценку книгоиздательской деятельности рязанской губернии в период XIX-начал XX века. Но уже сейчас можно смело говорить о том, что рязанское книжное дело до революционного периода является неотъемлемой составной частью общероссийского книжного дела, что рязанская губерния внесла свой вклад в развитие отечественной книгоиздательской отрасли. И хочется надеяться достойно представляла свою книгоиздательскую продукцию на книжном рынке России. Текст читала Шестернева Елена Викторовна, доцент кафедры социально-культурной деятельности Рязанского филиала Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук. Благодарю за внимание. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова